Добрый день, дамы и господа. Наш проект называется «Чистые выборы». И он предназначен для наблюдателей за выборами для всех тех, кто заинтересован в чистоте и прозрачности любых выборов в президентских, муниципальных и региональных территориях. Мы знаем, что выборы – это процесс постоянный, он не ограничивается президентскими выборами, выборами, то есть это процесс, который происходит постоянно, муниципальные выборы – «Грославль», «Астраха», «Красноярск» и так далее и тому подобное. Соответственно, наша платформа, она все время актуальна, она не теряет своей актуальности и предназначена абсолютно для любых муниципальных выборов. Соответственно, она предназначена для наблюдателей, она содержит в себе мобильное приложение, то приложение, с которым наблюдатель приходит на выборы и следит за контролем честности и входом голосования на этих выборах. И сайт – сайт, который собирает всю информацию от наблюдателей и публикует ее в таком очень удобном, очень ярком и user-friendly, скажем так, виде. То есть здесь мы видим информацию о нарушениях, информацию о голосовании. На конкретном УИКе сейчас… сейчас мы находимся на уровне России, но мы можем спуститься на уровень конкретного УИК и посмотреть картинку на уровне конкретного УИК. То есть результат итогового протокола на конкретном участковом участке. Опять-таки здесь мы собираем явку по наблюдателях, по избирателях. Смотрите, вот наше мобильное приложение – это основной экран нашего приложения. Здесь наблюдатель может зафиксировать нарушения. Фото, аудио или видеосъемку он набирает под свой вкус, что проще, что удобно в данной ситуации сделать. Соответственно, он прикрепляет фотографию либо фото, либо видеозапись. Выбирает тип нарушений, нажимает кнопку «Заправить». Вся информация сразу же поступает на мой сайт. Здесь сразу же увеличивается счетчик нарушений. И на отдельной странице мы можем посмотреть конкретно, что за нарушение пришло от этого наблюдателя на этот участок. Соответственно, вторая возможность для наблюдателя, и, собственно говоря, что нужно сделать по результатам подсчета голосов на участке – это заполнить форму и прикрепить копию итогового протокола. То есть здесь в мобильном приложении он вводит цифры за каждого кандидата, прикрепляет копию протокола, опять нажимает «Отправить». И в этот же момент в реальном времени сразу же данные, отправленные от этого наблюдателя, отображаются на нашем сайте. Соответственно, наблюдателей много, они находятся на участках. Данные агрегируются с каждого участка, и сразу же в тот же момент картинка обновляется на сайте. То есть здесь в итоге мы видим конкретную картинку по всем кандидатам на этом участке, либо на уровне России, если мы находимся на России, либо можем посмотреть на области, на районе, на конкретном городе, и, соответственно, видеть всю картину. Мы можем сравнить картины по другам, по городам, посмотреть в каком районе, какой процент голосов за того или иного кандидата. Существует несколько таких, скажем так, аналогов нашей платформы. Это я наблюдатель, это веб-наблюдатель, юросвыборы. Мы провели такой распространительный анализ по функциональным возможностям, по тому, что предоставляют другие приложения и предоставляют наши приложения. И, соответственно, собрали это все в одной таблице, и наглядно показали, что функционал, соответственно, у нас, собственно говоря, мы собираем где явку по кнопке плюс один. Это явка избирателей. Это на каждый опускаемый будет, например, бюллетень. Наблюдатель нажимает кнопку плюс один. Соответственно, данные сразу же выходят в новый сайт, и там это все собирается. Это нарушение, и это итоговый протокол, итоговый результат. И, соответственно, наше приложение, оно работает под любым мобильным устройством с интернет-браузером. То есть, если в вашем телефоне есть интернет-браузер, то, соответственно, наше приложение будет работать, потому что мы сделали отдельную веб-версию для абсолютно всех телефонов с доступом в интернет. Опять-таки, есть отдельная версия под Android, и под iPhone, и под Symbian. Основное отличие у нас от всех остальных – это то, что мы в очень удобном виде предоставляем всю информацию на нашем сайте. То есть здесь вы, опять-таки, видите всю картинку, и, собственно говоря, вы можете следить за кодом голосования и видеть, как происходит распределение голосов на том-то участке, на этом регионе и так далее. Соответственно, вот у наших основных вариантов просто выбора в этом блядь и ена блядь, у них, в принципе, отсутствует интернет-площадка, на которой все эти данные публикуются в доступе. Максим, я прошу прощения. Вы могли бы рассказать о том, что вы успели сделать? Да, да, сейчас я это к этому веду. Потому что это просто та же самая презентация, которая была в начале проекта. Да, я освежаю память нашего проекта. За время нашего тест-кэмпа мы в обществе пересмотрели, что нам нужно изменить на нашем сайте, что добавить, что убрать и так далее. И пришли к следующему выводу, что нам нужно иметь обязательно ленту нарушений. То есть все публикуемые нарушения сразу же на отдельных страницах отображаются в порядке их поступления на сайт. Соответственно, более поздний, более выше. Каждое нарушение, опять-таки, справляется фотоматериалом, видеоматериалом, каким-то комментарием от наблюдателя. Мы можем на сайте сортировать, соответственно, по типам нарушений, по УИКам, соответственно, откуда все это приходит и так далее. И по уровню напряженности. Мы говорим по критерикам оценку уровня напряженности на участке. То есть теленаблюдатель, по своим нарушениям, он может там настроять оценку. Постоянно там какие-то нарушения происходят. Либо там, либо все спокойно и все хорошо, напряженно целого дня прославлено и так далее. Соответственно, мы думаем ввести вот такую ленту нарушений на наш сайт, для того, чтобы привлечь какое-то дополнительное внимание, привлечь больше пользователей и, соответственно, внимание СМИ, которые могут следить за этими нарушениями и сразу же как-то на это реагировать. Соответственно, у нас сразу же будет ввести статистика по всем нарушениям. Мы вводим такое понятие, как доверие к председателю участковой избранной комиссии. То есть это такой субъективный показатель от наблюдателя. Он выставляет оценку деятельности председателя. То есть адекватно, неадекватно. То есть как он общается с наблюдателем. То есть реагирует ли он на все нарушения. Заинтересован ли он вообще в чистоте продолжающих выбор на этом участке. Либо не заинтересован. Наблюдатель выставляет такую оценку. Понятно, что она субъективная. Но все-таки она даст какую-то дополнительную информацию об этом председателю на следующих выборах. Будь этот председатель на этом же участке или на другом участке, будущий наблюдатель не будет видеть в принципе и иметь какое-то ожидание от того, что, собственно, следует ожидать от этого председателя. Далее мы хотим решить такую возможность, как загрузка информационного нарушения уже после завершения выборов. То есть он приходит к себе домой, у него есть какие-то фотоматериалы. Если у него нет соответствующего телефона с островом интернетом или в принципе не было никакой связи во время его работы на участке, он фотографируется и приходит домой и уже как бы после выборов в офлайне загружается на свой участок. Ну, собственно говоря, это все. Отлично. Продолжение следует...